Всем привет, друзья! Совсем недавно я наткнулся на одну очень интересную статью, которая меня, честно говоря, поверила в такой, знаете, легкий шок. Невозможно! Смотря на то, что являюсь достаточно давним фанатом и поклонником тенниса, об этом я услышал впервые. И мне кажется, что далеко не многие из вас вообще об этом также знают и слышали. И именно поэтому я решил, что данная ситуация будет вам, ну, как минимум, интересна. Безусловно, теннис, как и любой другой вид спорта, не обходится без травм, различных таких неприятных событий, случаев во время матчей. Причем это касается не только самих спортсменов, но и людей, которые там работают. То есть это и судьи, и балбои. Один из самых известных казусов во время матча — это было попадание Денисом Шаповаловым мячом прямо в глаз судей. Я думаю, все помнят приказ на этот фрагмент. Да, это только что было неумышленно сделано. Можно сказать, Денис там психанул и просто полинул мяч, куда глаза глядели, но, как оказалось, попал он прямо в глаз арбитру на вышке. Баланга — это конечно, все кончилось лишь силенком, ну, возможно, большая была дематома, но, тем не менее, ничего серьезного не было тогда судьей. Но, в самом деле, подобные случаи с случайным попаданием мяча — это нередко о стенисе. Достается и балбои, и судьям на линии, за задние линии, которые стоят. Так что мы с вами привыкли к этому. Я чего? Я чего? Я привык. Однако уже более 35 лет назад один из подобных случаев завершился трагически. Именно об этом не хочу вам рассказать. А виновником данного события стал очень известный в прошлом шведский теннисист Стефан Эдберг. Это действительно был очень потрясающий игрок, шестикратный обладатель титулов в турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. Трижды он играл парные шлемы и находился на первой строчке и в одиночном и в парном рейтинге. В общем, такая выдающаяся была у него карьера. Прекрасная мощная подача, форхенд отличный. В общем, много чего не было сильно великолепного в игре. И все было бы хорошо, конечно, если бы ни один случай прямо вот на старте его карьеры. А именно это произошло в 1983 году на турнире «Юис Оупен». Тогда это был финал юниорского разряда. Лишь в 17 лет было Стефану. И в одном из геймах на своей подаче у него сорвался мяч с ракетки и угодил прямиком в одного из арбитров, которого звали Ричард Вертхайм. Мяч ему угодил в область паха. Однако смерть наступила совсем не от этого, конечно. А из-за того, что в попытке вернуть от мяча, он упал на хардовое покрытие, ударился головой и потерял сознание, впал в кому и через пять дней скончался от кровоизлияния в мозг. Самому Стефану можно было это, конечно, только посочувствовать в тот момент, потому что он после случившегося ходил по корту, произнести на себе под нос слова «Что я наделал?». И вообще собирался даже отказаться от продолжения матча. Но после разговора с своим тренером, который его привел в чувство, он продолжил игру и, более того, даже выиграл этот матч. И та карьера пошла его в гору. Как я уже сказал, то есть это и переваркидка мира он был в обоих разрядах и Шлима выигрывал. Но карьера его была недолгая. Он завершил ее в 30-летнем возрасте. То есть это было, когда вот у него уже сам пик, как он почитал, прошел и он решил, что, наверное, не стоит скатываться вниз, а лучше уйти вот на такой вот хорошей ноте. Однако, конечно, наверное, его карьера была бы лучше, если бы не вот этого случая, в плане именно вот эмоционально воставляющих. Потому что, конечно, это было сложно ему пережить. Он вообще на какое-то время даже отказывался брать энергетку в руки. Семья Ричарда подала в суд на ЮСТ и на самого теннисиста. Однако он был оправдан в следствии того, что было установлено, что смерть наступила не от попадания меча, а именно от падения и удара головой о корд. Знаете, немножко я тут, наверное, не соглашусь с решением судьи, потому что если бы не мяч, если бы не падали мечом, то он бы не упал. Поэтому полное оправдание считали всем справедливым. Ведь это то же самое, что если, допустим, в драке вы ударили человека, он упал, там ударился головой в камень и умер. Да, это будет непреднамеренное убийство, но это будет убийство все равно по другой статье, более возможно мягкой, но тем не менее. Это вас не оправдает. Тут вот как бы оправдали игрока. Ну, как бы это уже, так скажем, на совести будет, пускай, тех судей, но все-таки выплатились именно компенсацию. Конечно, любая компенсация, она не могла сгладить эту горечь. И вот, наверное, именно поэтому мне сейчас стало более понятно, почему игроки в наше время так эмоционально реагируют на любые падания мячиком в болбоев или там в судьи. Ну, потому что все не знаешь, чем это в итоге может закончиться, так как пускай это был единственный случай смерти на теннисном матче, но, как говорится, если это было, то не факт, что это не случится в будущем. Именно поэтому, конечно, игроки сейчас, ну, стараются как минимум избегать этих случаев, хотя, конечно, всего избежать невозможно. Ну, вот такое я хотел с вами поделиться новостью, друзья. Надеюсь, вам это было интересно. Напишите, кстати говоря, слышали вы об этом ранее или нет. Ну, и расскажите, возможно, вы знаете какие-то интересные случаи, события, которые произошли во время теннисных матчей. Мне будет очень интересно об этом прочитать и, возможно, даже на что-то снять какие-то интересные ролики. Ну, а пока я, как всегда, друзья, всем хочу пожелать удачи и увидимся с вами скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok